МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы знаем, что увеличение статистики в основном происходит за счет миграции. А что у нас с естественным приростом, с рождаемостью? В Новосибирской области, как и во всем Сибирском федеральном округе, сейчас естественный прирост, то есть рождаемость у нас выше, чем смертность с 2012 года, ко впрочем, в целом, по России. Но в ближайшие годы этот естественный прирост все-таки сменится естественной обыли населения, по прогнозам. Есть ли какие-то рецепты, чтобы увеличить все-таки рождаемость? В качестве, наверное, шутки или если свести до такого абсурда, посадить женщину дома, надеть на нее паранжу, и тогда она, наверное, будет рожать, ничего другого не поможет. Потому что нет таких механизмов, не более того. То есть рождаемость высокая там, где высоки вот эти стандарты традиционной семьи, стандарты религиозные, все остальное. Экономически они работают меры года три. Вот у нас ввели в 2006 году меры демографической политики, с 2007 года они действуют. Ну, первые три-пять лет, не более. Потом идет все равно на спад. Поэтому экономика здесь не сдвинет. Хоть за не 400 тысяч сделать, а 2 миллиона за ребенка. Ну, понимаете, 6 детей рожать никто не будет. То есть главное... То есть надо что-то повернуть в восприятие человека. Что-то в голове нужно повернуть. Получается, что в демографии важнее не стимулировать рождаемость, а скорее избегать увеличения смертности? Сейчас об этом очень мало говорят. Все проблемы демографии сводят, однозначно, к проблемам рождаемости. Все демографы абсолютно в этом уверены. Это не секрет. Я думаю, что и правительство это знает. Что никакого бума рождаемости не будет, не было. И в ближайшее, не знаю, обозримом будущем не предвидится. Прогнозируют уменьшение рождаемости дальнейшее с 2019 года приблизительно. А вот по поводу смертности говорят очень мало. А вот со смертностью у нас настолько плохо, насколько вообще может быть плохо. У нас смертность на уровне Африки. Сейчас звучат предложения ввести некий налог на бездетность. Такая мера уже действовала в советское время. Можете ее оценить, как она себя показала тогда, и может ли она какой-то эффект дать сейчас? Потому что время поменялось, культура поменялась, ситуация изменилась. Может быть, сейчас все будет по-другому. Советский Союз закончился в 1991 году тогда же. И этот налог, он как бы Советским Союзом конул лет. Сейчас вводили, обвели его в 1941 году, напоминаю, во время Великой Отечественной войны. Тогда это было, наверное, да. Все-таки понятно, что рождаемость падает, война и так далее, нужно восстанавливать. То сейчас те же самые меры на сегодняшнее время однозначно ни к чему хорошему не приведут. Это будет просто еще один вот этот вот укол в экономику семьи. Но я не думаю, что кто-то побежит рожать детей для того, чтобы не платить. А буду так же терпеть и опять платить. Экономическое положение только ухудшится. Настроение не улучшит и детей не прибавит, можно так сказать. Ну и прогноз на ближайшее десятилетие. Что будет происходить в Сибири? Население будет постепенно или не постепенно увеличиваться, останется таким же или будет уменьшаться? Рассматриваясь с двух сторон, все-таки есть миграция, за счет чего растет численность. Есть естественные процессы рождаемости, смертность. И здесь нужно говорить о прогнозах каждого из этих процессов. То есть что? У нас прогнозируется уменьшение рождаемости и, увы, увеличение смертности дальнейшей. Как это ни прискорбно. Поэтому за счет естественных причин здесь никакого роста не предвидится. Даже вполне благополучных. Ну хотя Тыва у нее очень большой зазор порождаемости. Все-таки 23 человека на тысячу населения это очень много. А большие области, наша область, да, у нас естественный прирост. Но через несколько лет он сменится на естественную убыль. Тогда только за счет мигрантов. Сейчас из всех субъектов Сибирского федерального урока, именно в Новосибирской области самый большой приток мигрантов. Именно в Новосибирской области. Даже не в Красноярский край, а вот в Новосибирской области. В связи с чем это связано? Ну, вероятно, большой город, больше возможностей трудоустроиться и так далее. Поток достаточно большой. Насколько будет привлекательна наша область в дальнейшем? Вот с экономической точки зрения понятно, что мигранты едут на экономику, естественно. Какие-то другие здесь причины не рассматриваются. Пока она будет успешна и привлекательна для мигрантов, они будут ехать. Но поток он тоже не бесконечен. Абсолютно не бесконечен. Для роста каких-то таких больших перспектив должен быть рост экономики, должны быть какие-то новые рабочие места, чтобы они могли еще больше впитать в себя мигрантов. Если этого не будет, то и большого потока тоже не будет. Ну что ж, спасибо. Демографические тенденции обсуждали сегодня с Натальей Овечкиной, доцентом кафедры статистики Новосибирского государственного университета экономики и управления.